Слушаем фрагменты из книги «Дорога тысячелетий. Экскурсии по средневековому Крыму». Издательство «Крым. Симферополь. 1966 год». Общины Готии. Деревня средневекового Крыма. Хлебопашество. Одной из основных отраслей сельского хозяйства было выращивание злаков. Так в пещерном поселении на Басмане были найдены обуглившиеся зерна пшеницы. В эскекермене, в пифосах, датируемых XIII веком, оказалось просо. Рубленная пшеничная ячменная солома обнаружена в штукатурках средневековых построек того же эскекермена и других поселений. Отпечатки стеблей, колочев различных злаков остались на средневековых саманных кирпичах. Для пахоты употреблялся плуг. Его изображение было найдено на средневековом надгробном памятнике в Ласпи. Даже в конце XVIII века в Крыму еще употреблялось это примитивное орудие пахоты. В него впрягали от двух до четырех пар валов. Поля унаваживали раз в 3-4 года. В первый год на одном и том же участке сели просо. Во второй пшеницу. В третий ячмень. Затем землю оставляли отдыхать. Семена при посеве разбрасывались вручную. Их заволакивали бараной. Чаще всего сделаны из длинных колючих ветвей, сбитых между собой поперечинами. Сверху для тяжести накладывали камни. Зерновые убирали серпами. Их не раз находили при археологических раскопках. Убранный хлеб обмолачивали лошадьми. Для этого на высоком и открытом месте очищали довольно широкий круг. Выравнивали, утрамбовывали его. Поливали водой. И вдавливая в размокшую землю мелкую солому. В середине круга вкапывали столб. Как только земля немного просыхала, площадку окончательно утаптывали лошадьми. Затем укладывали развязанные снопы и начинали гонять лошадей вокруг столба на длинной веревке то в одну, то в другую сторону. Пока зерно не вымолачивалось. Солому почти порубленную давали на корм скоту зимой. Использовали в строительстве или для других целей. На току для просушки зерна и отвеивания мякины применяли деревянные лопаты. Просеивали зерно через кожаные решета. Охранили его в ямах, вырубленных в скале или вырытых в грунте. Обмазанных глиной и обожженных. Этот способ хранения зерна, как и комолодьба, находит прямую аналогию в античности. Для хранения зерна применялись также пифосы, которые обычно вкапывали в землю, а сверху накрывали каменными или керамическими крышками. Иногда эти сосуды достигали весьма крупных размеров. Под горой Айтадор, близ Алушты, при раскопках были найдены пифосы высотой около двух метров. Зерно мололи на ручных мельницах из двух каменных жерновов. Пшеничная крупа и пшено приготовлялись в каменных и деревянных ступах. Просеивали муку через сито, сплетенное из сухожилия или конского волоса. В уставе кафе говорится, что один из сортов хлеба выпекался из смеси пшеничной и овсяной муки с ячменными отрубями. Из технических культур сеяли только лен. Садоводство из бордико растущих плодов. Природные условия Крыма способствовали развитию судоводства и огородничества. Сады тянулись до горных речек и ручьев. Плодовые деревья и овощи регулярно поливали при помощи целой системы канав. Везде, где водоносные слои находились близко от поверхности, рыли колодцы. В горное исселение вода доставлялась по водопроводам из керамических труб и каменных плит. Интересно водопровод из гончарных, хорошо обожженных труб с перепадным колодцем в селе Пренущельном, бывший Кош-Дегермен Бахчисарайского района. Его трубы залегали на глубине полметра от поверхности. Длина такой трубы 0,45 метров, наименьший диаметр 8 сантиметров. Стыки их скреплялись изысковым раствором, смешанным с толченым кирпичом. Для ответвления водопроводов и очистки воды служили высеченные из каменных резервуары. Иногда их делали из каменных плит, щели между которыми промазывали таким же раствором. Средневековые водопроводы обнаружены в Биюк-Сюерене, Юрт-Луке, Нижний Фотисало, поселение к северу от Каламиты, в Майруме и многих других местах Крыма. Террасирование горных склонов получило в период Средневековья большое распространение. Подпорные стены террас не только создавали более благоприятные условия для обработки почвы, но и удерживали ее от сползания и смыва. Многие плодовые деревья росли в чаирах на больших лесных вырубках, используемых под поля и огороды. Нередко чаиры представляли собой своеобразные сады, привитые на декорастущих подвоях. Здесь же иногда пасли и скот. Остатки больших чаиров и следы поселения археологи находят в ныне заросших лесом верховьях рек Качи, Бельбека, Черной и других. Сады и поля огораживали каменными заборами, сложенными из бута, насуха или колючими живыми изгородями из черновника и ажины. В Горном Крыму были распространены разнообразные сорта груш, яблок и слив. В садах росли также вишня, айва, персик, абрикос, миндаль, желтая и красная черешня, крупноплодная рябина, кизил, шелковица белого и черного сортов, грецкий орех, культурный орешник, фундук. Немало было мушмолы, ее прививали на айвовых деревьях, чтобы получать более крупные плоды. Повсюду в лесах Горного Крыма можно встретить одичалое потомство этих некогда культурных растений. Эти деревья служат верным признаком того, что где-то рядом есть остатки средневековых поселений. В хозяйстве средневекового Крыма виноградарство и виноделие, унаследованные от античности, играли огромную роль. Их следы мы находим в долинах всех крымских рек, на побережье и южных склонах гор, обращенных к морю. Закладку виноградника производили следующим образом. Плугом проводили глубокие борозды, в них делали углубления колиями из очень крепкого дерева или железными ломами. В углубления сажали чубуки с пятью-шестью глазками, оставляя над землей два глазка, засыпали их хорошей землей и заливали водой. Смотря по погоде, черенки поливались каждые 3-4 недели с осени, пока они не приживались. На следующий год землю на винограднике перекапывали и проводили канавки для полива. Разводили виноград и при помощи отводков. В виноградовце широко применялась прививка, она позволяла быстро размножать лучшие сорта и улучшать пахеи. После сбора винограда большая часть урожая поступала в довильни, тарапаны. В горах многие довильни вырубались в материковой скале или в больших камнях, отделившихся от скального массива. Как правило, такая довильня состояла из четырехугольной площадки для раздавливания ягод и резервуара для слива сока. Виноградный сок выдавливали сначала ногами, а затем под прессом при помощи рычага с грузом. Возможно, что эти же довильни применялись и для получения фруктовых соков. На вино шел не весь виноград. Часть его вялили на солнце и сушили в печах. Кроме того, из виноградного сока варили сироп, подобный античному дифрутуму. Виноградное сусло сливали в пифосы или вырубленные в скале ямы, обмазанные цемянковой штукатуркой. Выжимки помещали бродить в хорошо закрытые сосуды или в обмазанные глиной ямы. Вино бродило, а иногда и хранилось в пифосах, затем разливалось в просмоленные амфоры. Для домашнего хранения вина и его перевозки применяли двуручные круглодонные амфоры. Для более мелкого разлива служили одноручные плоскодонные кувшины. Обломки тех и других в изобилии встречаются на всех средневековых поселениях Крыма. Подобные кувшины, как и амфоры, часто внутри покрывали смолой. Прием, находящий многочисленные аналогии в античном виноделии. Тарапаны во многих случаях имели явно промышленные масштабы, что говорит о большом экономическом значении виноградарства и виноделии в жизни средневекового Крыма. В настоящее время в юго-западном предгоре известно 13 месторождений тарапанов. Живыми памятниками средневекового садоводства являются тысячелетние ореховые деревья у села Улу-Узень, ныне села Генеральская, вековые деревья на Басмане и в других местах. Они хранят следы неоднократных прививок на стволах и ветвях. Кроме того, в лесах Крыма найдены и виноградные ложи, возраст которых насчитывает столетия. На тех местах, где они произрастают, археологи, как правило, обнаруживают развалины средневековых поселений и следы виноделия. Из огородных культур в средневековом Крыму выращивались огурцы, капуста, лук, чеснок, различная зелень. Устав Кафы сообщает их перечень. Пчеловодство зародилось в Крыму еще в античное время и продолжалось в средние века. Известно, что венецианские крупцы в 1237 году выменивали на различные товары воск. Устав Кафы тоже свидетельствует, что население средневекового Крыма занималось пчеловодством. Крымский воск высоко ценили генуэзцы, вывозившие его в Италию. Роль примитивных ульев играли выдолбленные изнутри обрубки древесных стволов и конусовидные корзины, сплетенные из тонких прутьев и обмазанной глиной. Для того, чтобы взять мед, пчелы куривали дымом, и они погибали. Подобное пчеловодство немногим отличалось от бортничества, грабежа диких пчел, гнездившихся в дуплах деревьев или в естественных отверстиях скал. Наряду с чаирным садоводством и бортничеством в средневековой деревне процветали и другие лесные промыслы. Сборника растущего хмеля, плодов шиповника, барбариса, ежевики, клубники, кизила, черешни, терна, дикой груши, яблони кислицы, круплокмодной рябины. Отвар кизила считался наилучшим средством от всех болезней. Лечебные свойства приписывались и рябине. Из диких плодов варили густой фруктовый сироп и делали различные напитки. Основную массу плодов, как диких, так и культурных, вялили под специальными навесами или на скалах и кровлях жилищ. Груши и сливы подвергали копчению. Для этого в чаирах или просто на лесных полянах устраивали специальные печи, коптильни. На бойке сохранились развалены подобных печей. Прямо на них выросли деревья. насчитывающие не одну сотню лет. Неподалеку имеются остатки средневековых полуземлянок с культурным слоем. По видимому население окрестных деревень в сезон созревания плодов временно переселялось с чаирой к местам их сбора и щенокосов. А то уже свидетельствуют и генуэзские документы. По находкам средневековой посуды эти временные поселения датируются 12-15 веками. Животноводство Письменных сведений о средневековом животноводстве в Крыму очень мало. Обильный остеологический материал обнаруженный при раскопках до сих пор не полностью обработан. В 1237 году венецианские купцы обменивали свои товары на кожи. Устав кафы упоминает валов, коз, баранов, лошадей, свиней. Быки были обычным рабочим скотом тягловой силой, применявшейся на пахоте при перевозках сельскохозяйственных грузов, дров, строевого леса и прочее. Для перевозок употреблялись двухколесные повозки арбы, особенно целесообразные в условиях горного Крыма и четырехколесные мажары. При изготовлении колесных осей и спиц использовались ясень, вяз и молодая древесина дуба и граба. О запряжках валов сообщает одна из средневековых надписей Мангупа. Коровы местных пород, судя по найденным археологическим костям, отличались малым ростом. Их еще недавно существовавшее в горном Крыму потомство славилось высокой жирностью молока. Крупный скот пасся на лесных полянах, а овцы и козы в летнее время выгонялись на нагорное пастбище. Там же строились пастушьи хижины и загоны. Осенью тогда пригонялись на зимовье в долины или на южные склоны гор, где они паслись до самой весны. Главную роль в средневековом животноводстве горного Крыма играли овцы и козы. Из их молока изготовляли различные сыры и другие продукты. В обиходе преобладали домотканные шерстяные ткани и вязание. Типы шерстяных тканей, их окраска, узоры, а также связанные из шерстяной пряжи вещи были весьма разнообразны и отражали многоэтничность культуры местного населения. О методах обработки продуктов животноводства в средневековом Крыму известно мало. Мясо, по-видимому, заготовляли двумя способами засолкой и вялением. То и другое делалось не только для своих нужд, но и на сбыт городскому населению. Для хранения съестных припасов служили холодные пещеры или глубокие гроты. В подобных естественных погребах хранились и молочные продукты. Отсобные промыслы и домашнее ремесло. Ремесла средневекового Крыма изучены мало. При раскопках родни средневековых могильников юго-западного Придгорья обнаружено много византийских вещей. Попавших сюда и через Херсон и из релемейственных мастерских самого Херсона. Однако многие изделия производились и на местах. Кожевенное ремесло вероятно было развито скорее в городах. Например Феодора Мангуб где известна мастерская с каменными чанами для дубления кож во враге Табана-Дере Кожевенный овраг. В горах собирался желтинник для дубления Сафьяна. По-видимому деревня поставляла городским ремесленникам а также местным и иноземным купцам первично обработанные шкуры. Дальнейшая обработка их требовала сложной технологии и осуществлялась в торгово-ремесленных центрах. Об этом можно судить по немногочисленным археологическим археологическим находкам кожных вещей. Например, по остаткам кожаной обуви из раскопок баклинского могильника. В Кизил-Кобе найден кусок обивки кожного седла. На хорошо выдубленной кожи был орнамент, рисунок которого сохранился благодаря мелким игольным проколам от исчезнувшего сетья. Этот узор находит близкие аналогии в юго-западном Крыму. Например, в отделке из бруи, седел, чепраков и щитов, нарисованных на фреске трех всадников в одноименном храме Эскикермена XII-XIII века. Кожаные вещи, пояса, обувь и тому подобное того же типа, что и в Крыму, найдены на Северном Кавказе, в частности при раскопках Змеевского могильника XII века. Значительным подспорьем в хозяйстве средневековой деревне была ловня рыбы в горных реках, где до недавнего времени изобиловала форель. Рыболовные крючки обнаружены в Эскикермене и в пещерном поселении на Басмане. В уставе Кафе приводятся сведения о том, что население Крымского побережья ловило устриц, бычков, камбалу, сморидию, скорпену, голию, скумбрию. Мелкие породы рыб ловили неводами, кефаль сетью, промышляли и дельфинов. Эти данные подтверждаются такими археологическими находками, как чешуя и кости рыб, раковины, грузила для сетей, рыболовные крючки и остроги. Население деревень, прилегающих к лесным районам, охотилось на косуль, оленей, зайцев, лис. Кости этих животных встречаются при раскопках многих средневековых городищ и поселений Гаспра, Ени, Сала и другие. В хозяйстве деревни играла существенную роль лесной углеобжигательный промысел. Древесный уголь был предметом торговли с городом, применялся в кузнечном деле. Кузнечные инструменты нередко встречаются при археологических раскопках, а на одном из средневековых надгробий имеется изображение наковальни. Сильно задернованные следы углеобжигания в виде больших ям, заполненных мелким углем, а затем заплывших, часто встречаются в крымских лесах. При археологических разведках набойки было обнаружено, что некоторые из угольных ям заросли могучими дубами, которым более 500 лет. Тут же набойки возле большого храма и поселения близ дороги открыты следы кузнечной литейной мастерской, остатки горной, следки железа, уголь, шлак, подобные находки, известные в других местах. Среди деревенских ремесел выделялось плотничество. Основными орудиями труда были топоры, двухлезвийный и однолезвийный. Изображения встречаются на надгробиях. В самой примитивной форме керамическое производство практиковалось и в домашних условиях. Им занимались преимущественно женщины. При раскопках средневековых поселений найдены разнообразные лепные сосуды, весьма примитивно сделанные и плохо обожженные. Вероятно, в той же печи, в какой выпекали хлеб и валили пищу. При некоторых поселениях, например, ласпи, имелись настоящие горновые печи, обжигавшие гончарную посуду, черепицу и плоский кирпич плинфу для нуж своей деревни, быть может и на продажу. Обнаружены археологические следы придения, вязания и ткачества. Известно множество глиняных пряслиц, примитивные веретена в виде волчка, чесалки и гребни для шерсти, простейшие домашние ткацкие станки. На одном из надгробий из деревни Шурю имеется условное изображение деталей ткацкого станка, а на надгробии из деревни Бия-Сала изображены ножницы и линейка. Все это свидетельствует о деревенском партняжном ремесле. Архитектура жилищ и планировка поселений. В Крыму до сих пор не раскопана целиком ни одна средневековая сельскохозяйственная усадьба. Исследованию подвергались главным образом храмы, отдельные жилые дома, в нескольких случаях хозяйственные постройки. Имеется лишь единственный пример, когда на основании материала археологических раскопок на эскеке Армении был реконструирован средневековый дом XII-XIII веков с двором и хозяйственными помещениями. Он был возведен на цоколе сложенным на глиняном растворе. Стены каркасные с сердцовым или глинобитным заполнением. Крыша, как и в домах Херсона, покрывалась плоской и жилобчатой черепицей. На втором этаже была крытая веранда, характерная для сельских жилищ и в последующее время. Около таких домов устраивались под открытым небом сводчатые печи для выпечки хлеба и варки пищи, преимущественно в теплое время года. Для постройки употребляли местный декарный камень и различные породы дерева. Два вида дуба, граб и бук. Из сосны изготовляли доски. Легкие изгороди сооружали из дирджи дерева. Для кольев шел орешник. Часто устраивались живые изгороди из колючих и вьющихся растений. На архитектуру поселений проливает свет изучение различных типов сельских усадеб, существовавших в деревнях Горного Крыма вплоть до Великой Отечественной войны. Это главным образом одноэтажные строения из одного или двух помещений с односкатной, часто очень плоской кровлей на наклонных стропилах. В большинстве случаев такие дома были покрыты хворостом, соломой и глиной. Имелись также одно- и двухэтажные здания с четырехскатной черепичной кровлей подощатой опалубки с широким выносом концов стропил, обтянутых резными подборами и закрытых снизу дощатой подшивкой. Такие крыши в жаркое время года давали широкую тень на стены и окна. Как правило, нижний этаж предназначался для хозяйственных нужд. Нередко для содержания домашних животных верхний служил жильем. Одна или несколько комнат такого дома имели двери и окна на галерею. Очень редко окна выходили на улицу. В отношении хозяйственной планировки средневековые усадьбы делятся на два основных вида. Одни стоят непосредственно среди полей и виноградников, например, поселения на склонах горы Исаркая Близгаспры. Другие комплексы жилых и хозяйственных построек удалены от возделываемых земель. Они встречаются в Горном Крыму так же часто, как и Го Первые. К ним относятся усадьбы таких средневековых поселений, как Бага, Скеля, Ламбит, Артек и т.п. Первые представляют собой отдельные как бы разрозненные хозяйства, напоминающие миниатюрные хутора. Поселения, состоящие из таких усадеб, отличаются нерегулярностью, разбросанностью планировки. Усадьбы второго наподобие пчелиных сот на террасированных каменистых холмах или крутых горных склонах. Одни из них, чаще приморские, имеют правильную радиальную или прямоугольную планировку узких улиц и кварталов, а другие, более поздние, запутанные словно лабиринт. Для обоих видов поселений скученного типа характерно тесное размещение усадеб с максимальной экономией земли под постройками. Поля, сады и виноградники находятся в стороне, в долине или на хорошо орошаемых склонах. Многие черты орошительных систем дорог, в особенности большие террасы, укрепленные каменными подпорными стенами и барьерами, свидетельствуют о коллективном труде и возможно совместном общенном использовании отдельных земельных участков. Характер землевладения и социальные отношения. Исследование аграрных отношений в средневековом Крыму крайне затрудняется скудостью письменных источников. Однако, на основании археологических памятников, освещенных ранее, можно сделать некоторые выводы. При анализе археологических данных следует не выпускать из виду основные закономерности возникновения и развития федализма, единого исторического процесса, охватившего всю Восточную Европу. Но это, конечно, не исключает и местного и своеобразия феодальных отношений, возникавших в конкретных условиях каждой страны, в том числе и в Крыму. В результате разложения семейной общины и дробления ее земель идет разорение и отрыв от общины ее обнищавших членов. Они вынуждены поселяться на землях феодалов и постепенно попадают в зависимость от них. Одновременно расширяются права феодала на землю и личность крестьянина, увеличиваются размеры феодальных вочин, однако сохранилось и какое-то число относительно свободных общин, находившихся в косвенной зависимости от феодалов. Балканы и Кавказ дают яркие примеры такой двойственности. Она существовала и в средневековом Крыму. В частности, все поселения скученного типа можно отнести к числу земледельческих общин свободных крестьян, живших большими коллективами. Из письменных источников известно, что в XIV-XV во главе каждой греческой деревни, принадлежавшей генуэзцам, стоял протос, сельский староста. В частности, в деревнях подведомственной солдайи староста избирался большинством голосов местных жителей, а затем утверждался консулом. Избирался также письмоводитель деревни. Весьма важные сведения можно подчеркнуть из преданий мариупольских или, как именуют они себя, крымских греков, ведь они потомки тех выселенных из Крыма в 1778 году коренных жителей, которые по указу царского правительства обживали пустовавшие земли при Азовье. Они основали город Мариуполь и более 20 деревень, нынешний город Жданов с окрестностями. В период Средневековья, когда предки их жили в Крыму, большинство земледельческих поселений Крыма подчинялись Семариотом, мелким феодалом, власть которых была, по-видимому, довольно относительной. Некоторые общины оставались в той или иной мере свободными в течение всего Средневековья. Они управлялись демогеронтами, старейшинами из народа, избирались ежегодно 12 старейшин. Последние выбирали из своей среды председательствующего своего рода деревенского старосту. Демогеронтов избирали из числа наиболее зажиточных и родовитых членов общины архонтов. Здесь этот термин, в других случаях обозначавший административную должность, он потребляется в смысле первенствующий, то есть наиболее знатный родом и обладающий богатством. Совет старейшин распределял различные подати, в том числе и плату церкви, завенчания, похороны, водоосвящения и другие требы. Он же решал мелкие споры, руководствуясь обычаями, наблюдал за санитарным состоянием территории и общины, опекал сирот и т.д. Сохранение значительной прослойки свободных крестьян говорит о незавершенности процесса феодализации. В Крыму, как и на Кавказе, в непрерывной борьбе с кочевниками взаимоотношения феодалов и крестьян могли долго сохранять в той или иной мере патриархальный характер, обусловленной необходимостью совместной борьбы против общего врага. Однако и в этих условиях происходило разложение независимой общины, ее разорение, отрыв от нее неимущих крестьян, которые расселялись на землях феодалов и попадали в крепостную зависимость. Поселения разбросанного типа, как правило, примыкали к замкам или монастырям, то есть крупным феодальным хозяйствам. По-видимому, в таких поселениях жили зависимые крестьяне. Мы рассказали почти все, что известно о деревне средневекового Крыма. Пока нет прямых данных о собственности светских и церковных феодалов на землю, об их юридической и фактической власти над крестьянами, о формах феодальной ренты, о зарождении товарно-денежных отношений. Некоторый свет проливает на эту проблему устав кафы. Согласно его статьям, на привозимые в Чимбало продукты генуэзская администрация налагала пошлины. Вероятно, денег, вырученных за продажу продуктов, иногда не хватало для коллективной покупки тех или иных вещей, нужных общине, и крестьяну вынуждены были искать кредиты у генуэзских властей, что и нашло отражение в уставе. Весьма знаменательно, что в нем имеется специальный пункт о том, чтобы не давать взаймы общинам готией. Речь идет о деревне первой половины 15 века. Ясно, что общины готии не входили в генуэзские владения, так как в этом случае генуэзцы, используя свою власть, могли бы принудительно взыскать с них долги. Из самого термина готия явствует, что общины находились на территории Таврики, в то время подчиненные княжеству Феодора. Ясно также, что они были расположены сравнительно близко от генуэзских владений. Подобное соседство могло иметь место, например, в окрестностях Чимбао, где как раз и преобладали в стороне от замков и монастырей Феодора средневековые поселения скученного типа. Таким образом, на основании даже немногих свидетельств можно заключить, что в Крыму в первой половине 15 века свободные деревенские общины постепенно вступали на путь развития товарно-денежных отношений. В заключении можно сказать, что многоотраслевое сельское хозяйство средневекового Крыма с применяемыми в нем орудиями труда и техникой земледеления стояло на том же уровне, что и в других византийских провинциях. Аграрные отношения в средневековом Крыму развивались так же, как и в других странах подвластных Византии или испытывавших ее сильное воздействие. Влияние генуэстов в соприкосновении с другими более развитыми странами Европы лишь ускоряло процесс феодализации средневекового Крыма и обостряло социальное рассловение его населения. Генуэстов Генуэстов Генуэстов